Всем привет! Меня зовут Михаил, я преподаватель в онлайн-школе Pixel. Мы продолжаем изучение языка программирования Python. В этом видео мы расскажем вам, что такое условная конструкция, и как применять ее в данном языке программирования. Давайте начинать! Подпишись на канал и поставь лайк этому видео! Условные конструкции – это конструкции, позволяющие выполнять различные действия в зависимости от определенных условий. Например, если на улице пошел дождь, то нужно взять зонтик или надеть капюшон. В Python условная конструкция начинается с команды if, затем следует условие, затем ставим двоеточие, нажимаем Enter. Видим, что отступ установился автоматически. Далее пишется код. Вот так выглядит условная конструкция, состоящая из одного условия. Напишем программу. В переменную name присвоим функцию input, которая будет требовать от нас написать имя в консоль. Далее добавим условия. Если в консоль мы напишем имя Денис, то мы увидим сообщение о том, что данное имя имеется в списке. Еще обратим внимание на условия. Двойное равно используется для сравнения левого и правого значений. Для сравнения значений еще используются операторы. Неравенство, больше, больше либо равно, меньше, меньше либо равно. Запускаем программу. Сначала введем другое имя. В консоль ничего не вывелось. Запускаем программу снова. И введем имя Денис. Теперь вывод произошел. Дополним условную конструкцию блоком else, который будет работать в том случае, если первое условие оказалось ложным. Стоит заметить, что после команды else не нужно писать никаких условий, но нужно обязательно поставить двоеточие. Запустим программу и введем любое имя, но не Денис. В этот раз сработал блок else. Условную конструкцию можно дополнить блоком elif с альтернативным условием, чтобы наша программа распознавала больше имен. Блоков elif может быть сколько угодно. Они должны располагаться после блока if, но не после блока else. Блок else всегда идет последним. В условной конструкции блоки elif и else не являются обязательными. Их может и не быть. Но они расширяют программу, делая ее более проработанной. Запустим программу и вводим имена, которые может распознать программа. Еще программу можно расширить с помощью операторов and и or. Если переводить на русский, то команда and это и, а or или. Давайте уберем блоки elif и воспользуемся and. Создадим переменную age, где будем хранить возраст. Дополним программу. После условия, но до двоеточия, напишем and. Затем добавим условие в виде сравнения age и числа 12. Возраст должен быть больше 12. То есть, программа теперь учитывает два фактора. Имя человека и его возраст. Запустим программу. Произошел вывод в консоль. А теперь поставим возраст, который условие не пропустит. А вот команда or устраивает тот случай, если хотя бы одно из условий является верным. Допустим, мы ввели подходящее имя, но не возраст. В консоли видим, что данное имя имеется в списке. Отлично! Мы молодцы! Данный урок подошел к концу. Если хотите знать больше о языке программирования Python, то записывайтесь к нам на курсы, и мы вас всему научим. А чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Напишите свое мнение в комментариях и присылайте свои проекты, загрузив их через файлообменник. На этом все. Встретимся на следующих уроках.